Я была кандидатом в мастера спорта по прыжкам в высоту в седьмом классе. Меня готовили на Олимпиаду, потом я поступила в театральный класс, бросила все в одночасье в один день. Тренер плакала и говорил, ты идиотка абсолютно, ты можешь вообще чемпионом мира стать, ты понимаешь? Я говорю, нет, я хочу быть артисткой. Пойду сейчас в артистке, вот и как стану артистку. Людям некоторым очень, они скучают по детству, по школе, так мне нет, мне сейчас хорошо. Скажут, наверное, врет, а я не вру, мне очень комфортно. Я вообще человек очень подвижный. В Вильнюсе служила в театре, в русском. Я играла там всех, понимаете, Чехова всего переиграла. Я не помню этого успеха, когда я была молодая. Сейчас я понимаю, что 30 лет прошло, еще до сих пор показывают эти кардемарины. Анастасии назвали в вашу честь и пишут письма и так далее, до сих пор это очень приятно. Очень хорошо, что у меня отсутствует вот это, что можно сойти с ума, мне кажется, амбиция. Но и то удача поворачивается к удачливым людям, не те, которые нытики сидят, ну а там все, этому везет, этому везет. Куница у нас поселилась вообще в шоке. У нас участок лесной, сосны, березы. Я так прыгаю с тем и на тем, и вдруг куница. Они говорят, белок жрут. Я покажу потом, видео у меня есть. Они такие длинные и по деревьям, хвосты. Белка же это крыса та же, только волосатая. Сажусь на веранточку, или мы там что-нибудь, овощи, мяско наготовим. У нас нет соседей в доме, потому что это наш дом. Мы никому не мешаем, и нам никто не мешает. Нет ощущения муравейника, есть какая-то свобода. Мне самой собой не скучно, мне кажется, это тоже очень важно. Я не материалистка. По мне вообще может бриллиантов не существовать, только не говорите никому, ладно. Найти человека, это трудно, это сложно, некоторые так всю жизнь не находят. Ой, господи, гнать этих людей всех. Метелка. Принц, он сначала скакал на белом коне, потом конь подвернул ногу, тупо подвернул ногу. Очень много было, тысяч километров. И он просто идет пешком. Очень много лет приходится ему останавливаться в каких-то хижинах. Некоторые так и остаются, эти принцы. А некоторые все-таки добираются. Очень странно пишут. И это вообще отдельная статья. Кто эти люди? Тексты, которые надо каждое слово менять и переделывать по-своему. Где эти люди сидят? Где эта комната? Где этот город? Где этот дом? Где этот стол? Чем они пишут? Любого хорошего артиста можно испортить текстом. Вспомни, войди в материал, накрой себя шапкой, повибрируй, забудь про хозяйство, про быт и так далее. Какая шутка, недавно я прочла или кто-то сказала, что с каждым годом советские актеры играют все лучше и лучше. Не надо смотреть туда, смотри туда. Общайся с партнером со своим. Будь органичным. Я мать. Сын советуется со мной. Тут раз мне позвонил маму, посоветую, что с девушкой делать. С Агнией тоже... Ну вот мы прям... Мы сейчас работаем над тем, чтобы не быть такими близкими. Мама с дочкой так и прокочевали всю жизнь. Во всем должна быть мера правильная. Не быть вот так... Может, может, кремень, понимаете, превратиться и огонь такой вспыхнет, что потом им мало не покажется. Я понимаю, что дети, это же наши гости. Мы должны им дать кровь, накормить, напоить и отправить их в жизнь дальше. Вот мое наследство. Дети. Дети.